всем привет с вами снова я опять смотрим интересную игрушку хроники хаоса сегодня вам покажу как я пробегаю башню что-то писали на всяких форумах где читал что башню надо сначала пройти 1 27 этих самых комнат а потом поднять уровень прокачаться и типа потом а то эта башня зависит от уровня не знаю я такого не заметил поэтому проходим сразу первый раз проходится все до по моему двадцать седьмой комнаты после того как вы первый раз прошли можно просто идти нажимать зачистить и выбирать улучшения улучшения лучше всего главным первым улучшением надо брать усиление атаки магическую можно защиту вообще практически не брать но если есть монетки то берем поехали дальше третий этаж зачистить так тут у нас рулетка могут выпасть деньги могут выпасть манеж ты башни и какой-нибудь случайный предмет вернем кого-нибудь вот такой вот давайте на серединку нажимаем но предмет выпал за изюм можно открыть все три погнали дальше зачистить усиление 27 монеток осталось уже на магическую защиту не хватает восстанавливать энергии пока никому не надо они все будут полностью заряжены с энергии поехали дальше давайте опять серединку опять предмет но опять серединку монеты башня нет конечно больше денег хотелось после 80 уровня монетки плюс 50 процентов тут кстати видно все усиления и усиления складываются то есть сейчас мы возьмем плюс 2 процента возьмем магическую защиту и у нас вот все сложилось чистить ну давайте монетки выбьем о выпали монетки должно быть 48 тысяч двести выпало с учетом усиления семьдесят две триста вообще башня это единственное такое место где можно много монет на собирать так тут все отвезение на скорее всего зависит а может и рандомно все не хватает убежали дальше а монетки ура побежали дальше еще раз монетки побежали дальше бывает случай что за весь проход вообще ни разу монеты не выпадут вот физическая броня это тоже хорошая штучка тут можно восстанавливать здоровье и энергию у нас все пока полная также еще можно такую фишку делать если у вас не хватает сил для прохода арен башни выходим заходим героя монетки там нафармились очень-нибудь там одеваем или добавляем умение на думаю мы так справимся потом мы возвращаемся в ту же позицию можно все взяли погнали дальше я с самого начала раньше с 30 уровня пускали в башню сейчас по моему с 15 но не было ни одного такого раза чтобы у меня вызвало сложность прохождения в башню поэтому каждый день проснулись покушали зашли в игру и пошли башню фармить если вы нежитью играете тут будут скелетики это очень удобно для прохождения башни они помогают если нет на первых уровнях качайте астрида это вообще для башни самый классный герой он выпускает питомца то есть для башни его обязательно надо делать я прохожу так два лекаря ну и нежить ставим автор если купить валькирию то можно нажимать ускоренный бой она стоит недорого там что около доллара на неделю ну не торопиться никуда не надо поэтому я и на авто быстренько все пройду в первый бой герои идут полностью заряжена то есть большим дамагом довольно таки просто быстро справились побежали дальше монеты башня будут если у вас не прокаченные карты то смотрите какой соперник может там колоду меняете кстати еще такая фишка если нажать control и на танка значит нему привязан этот питомец через control можно привязывать питомца во время прохождения чтобы не выходить не идти там к питомцам и все такое так в бой познали control два раза кликаете я тут просто один на этом аккаунте только один можно привязать питомца 1 поэтому не получилось вот как нежить быстро расправляется хорошо что все отвлекаются наших скелетиков этих так усиление влечение восстановления энергии ко мне надо это в таких критических моментах например чтобы кого-нибудь отхилить по-быстрому если нежити нету вот я могу показать как может играть через ларса то где он там тонко поставим кому-нибудь так кого еще возьмем давай еще одну вот сейчас например питомца надо к этому при тянуть нажимаем control кликаем чпуньк вот нему привязался погнали дальше все питомец выпустился все на него практически агриться можно блоки руку нибудь поставить чтобы он домогал всех дамажил а мне ларс не прокачиваем ну победима так если например вы видите что вы проигрываете нажимаете паузу нажимаете отступить и тогда вы возвращаетесь с полным здоровьем обратно берете другую пачку и пробуйте другой пачкой тут главное это успеть отступить до смерти любого персонажа он дает безликий так же вот как безликого можно тут уже одного убить можно авто отключить чтобы они себе энергии поданного там набрались поехали дальше откроем этот боли где денежка так убираем убираем так привычнее привязываем питомца через контур погнали кстати если вы знаете тоже какие-нибудь такие интересные секреты или что-то такое то вы пишите в комментариях я даже может про это видео запишу вообще людям понравится я люблю в тишине играть поэтому я всякие спецэффекты музыку отключаю напасть познали для того чтобы легко башню проходить надо персонажи прокачивать камнями усилениями не только уровень подымать и умение все остальное тоже тогда они более живучие более домогучие по прокачке я еще сам не все разобрался ну танку здоровья защита по полной дамагерам все на домах но тоже если они часто падают то надо поднимать здоровье во денежку например как у меня танк прокачен символы то есть все здоровье на здоровье защита и защита от магии дары стихии уже 15 уровень это силы интеллект ловкостью повышается мы обязательно артефакты тут три звезды по-любому это броню добавляет это бронь защита от магии но это так всего что получили по главе хорошо давал побежали дальше кстати читал на форумах что бабку можно как-то ставить в роли танка 1 нигде про это ничего не написано и как это сделать я не знаю если кто-то знает подскажите в комментариях буду благодарен иногда попадается даже воскрешение то есть если у вас какой-то персонажик умер вы упустили то его нужно воскресить ну или восстанавливать здоровье у нас там все пока нормально тоже бывает такое у кого-то мало здоровья и блин что делать надо взять кого-нибудь лекаря которого восстановленная энергия поставить его он быстренько отхилит и играем дальше ну пока сложности никаких вообще нежить интересно такие персонажи из их не порежут но куда так уже 40 уровень этаж кстати следствия не только лечит ну и хорошо дамажит плюс снимает негативные эффекты то есть такой полезный персонажик вот можно посмотреть по урону интересно на четвертом месте исцеляет он круче бабки нежить кстати лечит сама себя вот я не понимаю если сейчас а ну да в принципе сейчас выйти прокачать своих персонажей то башни останутся такие же мне кажется это бред может раньше так было сейчас но если не хватает сил туда придется выйти из башни прокачаться поделать всячески по проходить испытания так там не было вот этот возьму ура пошли дальше о гадюка сейчас будет травить не люблю я ее но если место я думал быстренько справишься вот и нету гадюки а еще прикольно что он нежить делает скелетов из погибших врагов у них такой хороший домах и все остальное 45 этаж пишите в комментариях что вас еще интересует подписывайтесь на канал ставьте лайки делитесь с друзьями пишите что не интересно чтоб я не снимал лишний раз пишите заново пишите или бел Morgan пишите 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 err но уже все 50 этаж последний вернее последний 49 на пятидесятом забираем призы меняем монетки забираем еще одни призы и все мне почему-то нравится башню проходить самого начала как такого груза шел прошел башня и и все целый день спокоен во-первых монетки есть во вторых есть монетки опять вот восстановление героя то есть повышение энергии это на маленьких уровнях вообще выручают так смотрим проблем не будет кстати на последнем этаже если всех не загасил хотя всех убили то можно другой пачкой просто добить остатки все я думаю у вас у всех правильные пачки будут и вам будет все легко и просто все прошли башня тут последние призы но что какую нажать теперь меняем монетки обмен черепов они нам не нужны и за очки башни тоже забираем награду с фишками в магазин с монетками тоже куда нибудь вот так вот проходится башня всем спасибо за просмотр а ставьте лайки всем удачи пока